МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА Врачи-онкологи бьют тревогу. Среди всех злокачественных заболеваний рак молочной железы у женщин занимает первое место. Рак в груди возникает как результат активного, неконтролируемого деления атипичных раковых клеток. Без лечения опухоль быстро увеличивается в размерах, может прорастать в кожу, мышце и грудную клетку. Что касается нашей области, то за последние 10 лет у нас имеется отрицательная динамика по заболеваемости. За 10 лет заболеваемость Самарской области в среднем увеличилась на 25%. Если в 2002 году она составляла 62 человека на 100 тысяч населения, то к 2011 году она уже составляет 86. Определить наличие рака молочной железы можно по соответствующей симптоматике. К ней относятся безболезненное плотное образование в толще молочной железы, изменение очертаний и формы, сморщивание или втяжение кожи молочной железы, ощущение дискомфорта или непривычная боль, уплотнение или припухлость, кровянистое выделение, увеличение лимфатических узлов подмышкой соответствующей стороны. Это один из самых главных симптомов – это определение опухоли в самой молочной железе. И это образование может быть разной по форме. Это может быть и гладкое, может быть бугристое, это может быть маленькое, может быть сразу все большое. То есть в любом случае, если женщина у тебя при пальпации обнаруживает какое-либо образование в молочной железе, то первым, что она должна сделать, на следующий день сходить в районную поликлинику, чтобы ее там посмотрел доктор. Основой профилактики рака молочной железы является самообследование женщинами молочных желез и регулярное посещение мамолога, гинеколога и терапевта. Только в случае регулярного прощупывания и осмотра женщина сможет вовремя заметить появившееся уплотнение – основной и зачастую единственный признак рака груди. Очень большое значение имеет профосмотры. Это темологический скрининг, это выполнение маммографии. И при каждом удобном случае, при посещении поликлиники, я думаю, что нет смысла отказываться от прохождения кабинета профосмотра женщин. Где опытные люди могут посмотреть, пропальпировать молочные железы, если где-то на работе может быть произведено маммография или ультразвуковое исследование с молочных желез, это тоже очень важно. А для того, чтобы мы могли выявить это образование на ранней стадии. Лечение рака молочной железы должно быть комплексным. Данный подход предполагает применение химиотерапии, гормонотерапии, лучевой терапии и использование хирургического вмешательства. Сегодня во время одной или нескольких операций можно удалить опухоль и восстановить молочную железу. Если женщина к нам вовремя обращается, то мы ей можем помочь сделать не просто колечащую операцию, а ту операцию, которая может быть даже улучшит форму ее молочной железы. Вмешательство на молочной железе может быть выполнено путем щадящих манипуляций. Мы как онкологи можем сделать и онкологический этап сразу, то есть удалить или часть молочной железы, или всю молочную железу. И мы одновременно можем ее восстановить объем и форму. Для этого у нас имеется очень большой арсенал различных методик. Это используются и собственные ткани организма, это используется и собственная ткань в молочной железе. Ну и также мы можем восстановить стру молочную железу с помощью разнообразных имплантов и экспандеров. Главное, не нужно бояться обследований. Даже если результат окажется положительным, нужно наперекор болезни лечиться и продолжать жить, несмотря ни на что. Не забывайте о том, что ранняя диагностика позволяет предостеречь клинические проявления онкологического заболевания. При этом достигается полное излечение. Будьте здоровы! Всего вам доброго!